О чем сегодня я расскажу? Я вам расскажу про инвестиции, про пассивные инвестиции на фондовом рынке. Это не про трейдинг, не про спекуляции, ничего такого не будет. Вот если вы слышали, что кто-то на бирже проиграл деньги, это скорее всего про спекулянтов, про трейдеров, я буду говорить про пассивные долгосрочные инвестиции, про стратегию. Стратегия Asset Allocation, может быть вы слышали, она рекомендована американской комиссией по ценным бумагам своим гражданам. То есть вот если вы знаете, слышали, что американские домохозяйки инвестируют, то они инвестируют, используя эту стратегию. У нас про нее говорить не любят, потому что, хотя тема инвестиций сейчас становится регулярной, не любят потому, что у нас инвестиции продвигают в основном про средники, управляющие компании, брокеры. Они живут на комиссиях. Наша миссия, комиссия это слоган вот этих организаций. Это неплохо, но у нас это съедает капитал. Причем может съесть большую часть капитала, это не совсем то, к чему мы стремимся. Поэтому пассивный инвестор, он действует по стратегии купил и держи, он не продает, соответственно, не дает брокеру заработать много. Поэтому об этой стратегии мало кто говорит и мало кто ее продвигает в массы. Начнем дальше. А где кликер, куда-то я его потеряла буду. Давайте. Все. Не будем больше ждать ничего. Сейчас я к нему привыкну. Давайте, да, я еще про себя расскажу. Меня зовут Виктория Шердин, я юрист, финансовый советник. Окончила НГУ, потом ЮА, финансовое право. Я карьеру сделала в российской дочке зарубежного БАК-банка в финансах как раз. Я сертифицированный финансовый советник. Здесь все мои дипломы и удостоверения. Так, давайте каждый сейчас найдет себя на линии жизни. Мы финансисты разделяем нашу жизнь на 4 примерно этапа. Этап становления. Это когда вы находитесь на иждивении родителей, они занимаются вашим обеспечением. Думаю, что здесь таких нет. Есть те, кто до сих пор живет на деньги родителей? Честно, поднимите руки. Никто не признался, но таких нет. Хотелось бы. Ну вот, если вот родители... Ну, вы можете стать такими родителями. Либо капитал для ребенка создать, это будет лучше. Итак, следующая стадия. Стадия развития, она начинается тогда, когда вы выходите из-под опеки родителей, выходите на самообеспечение. На этой стадии мы заводим своих детей, женимся. У нас много расходов в жизни появляется. И жилплощадь расширить, и там машину купить. Образование детям дать. Финансовых целей, в том числе крупных, очень много. Эта стадия длится примерно до того возраста. То есть здесь нет конкретной привязки к цифрам. Кто-то на стадии развития может становления, держаться аж до самой пенсии, жить с родителями, и все у них хорошо. Так, стадия зрелости. Когда ваши дети вышли на самоокупаемость, тогда нагрузка на ваш бюджет уже слабеет, но вы еще хорошо зарабатываете. То есть 45-55 лет. Сейчас вот это все сдвигается, мы все позже урожаем детей, они позже от нас съезжают. Но тем не менее. Такой вот золотой период. Обычно люди ко мне приходят именно на стадии зрелости, когда они понимают, что скоро у них пенсия. Скоро-то, по идее, им надо перестать прыгать, как газманов. Но государство нам дает только среднее пенсия сейчас, знаете, сколько? 15 тысяч рублей. Так вот, на стадии зрелости обычно люди ко мне приходят и спрашивают, что я им делаю дальше. А тут как бы уже, ну вот такой последний шанс запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Итак, моя мысль сегодня, которую я хочу до вас донести и скажу вам конкретные шаги, которые нужно предпринять, для того, чтобы достичь следующей цели. Чтобы вот на этом этапе, на этапе пенсии, когда вы уже не можете прыгать, у вас был капитал, который будет позволить вам сохранить привычный вам уровень жизни. И мы его даже посчитаем. Каким он должен быть? На какой вы стадии сейчас находитесь? Поднимите руки, кто сейчас на стадии развития? Вот. Большинство из вас на стадии развития. И дети есть. У многих, наверное, дети есть. То есть вы понимаете, сколько вы примерно сейчас... Кто тратит все под ноль почти? А кто в минус? Еще кто-то, да, кстати. Еще кто-то и в минусы тратит и так далее. Так что, то есть... А теперь смотрите, как выглядит доход среднестатистического россиянина. До 45 лет примерно у каждого доходы растут. Вы молодцы, мы разливаемся, увеличиваем свои доходы, выходим на пик к 45 годам. И смотрите, как драматически он падает в 65 лет. А в 70 лет... Что? А в 70 лет что изменилось? Что повышение пошло? Не пошло повышение, он упал и все. Или он умер? Ну тут так... Я согласна с вами. Ну может... Не знаю. Кто-то помог. Там надбавка. Тут должна быть горизонтальная, низкая линия. Надбавка. Это очень медная надбавка. Когда кто-то вспомнил, что нечего больше есть. В общем, я вам так скажу. Смешно, не смешно, но 97% россиян живут именно по этому сценарию. Есть альтернатива. Когда вы создаете капитал... Кстати, создание капитала очень часто путают с умением зарабатывать. Потому что мы чувствуем себя успешными, когда растут наши доходы. И обратите внимание, растут и наши расходы. Замечали такое? У меня есть... Недавно сконсультировала девушку. Она жена известного музыканта. Известной группы. Не буду, естественно, ничего раскрывать, разглачать. Но вот этот человек достаточно молодому возрасте понял, что умеется зарабатывать. Это не значит, что все будет хорошо всегда. Потому что она вышла замуж за нее, когда он был уже успешен. Он много зарабатывал, гастролировал. И, короче, так вышло, что он спился. Он спился, и она понимает, что все, его не зовут, гастроли нет. Он еще достаточно... Ну, уже не востребован. У артистов, знаете, заканчивается карьера достаточно быстро. И вот ей удалось... Мы все, с вами, рано или поздно уловим этот момент, когда уже что-то пойдет не так. Тогда мы поймем, что зарабатывать много не всегда будет возможно. И как можно раньше вам нужно сохранять хотя бы часть того, что вы заработали. Поэтому золотое правило личных финансов звучит так. Трать меньше, чем зарабатываешь, а разницу инвестируй. Это правило, которого мало кто придерживается, но которое и является секретом создания капитала. То есть не зарабатывать больше, да, не про успешный успех, мы здесь говорим, не про большие заработки. В них нет смысла, если вы, как тот самый музыкант, тратите все под ноль. То есть вот они много зарабатывали, но он все спускал. И она, собственно, жила в свое удовольствие. Возможен другой сценарий, когда вы все-таки, да, это правило вы рано или поздно вспомнили, и что-то вам удалось сохранить. Есть сценарий комфорта, когда вы сберегли некую сумму, и вы на ней живете. Есть сценарий финансовой свободы, когда ваш капитал настолько велик, что вы живете только на процентах, даже способны передать его, например, детям. Итак, сейчас загадайте, какую сумму вы хотели бы получать в месяц пассивно. Я вам скажу, какого размера должен быть капитал. Все побольше хотят, я прям ожидала от этого от вас. Сколько? Три тысячи долларов. Больше. Больше? Нет такого. Нету, да. Просто на другой. Окей, давайте, то, что вы загадали, умножайте на 240. Умножайте на 240, и это будет капитал, который вам нужен, и давайте не озвучиваем эти суммы. Десять тысяч долларов. Так, вы хотите десять тысяч долларов, умножайте на 240, это тот капитал, который вам нужен. Для того, чтобы комфортно жить на пенсии. Сколько у кого получилось? Двадцать миллионов. Двадцать миллионов вам нужно. Нормальная сумма, вы сейчас такие суммы зарабатываете, можете отложить, нет? Ну вот я говорю, когда, понимаете, реальность немножко расходится с тем, что мне все говорят, мама, 300, мало, 500, мало, мы хотим десятку. Но когда я говорю, окей, хочешь десятку, давай умножай на 240, это та сумма, которая тебе нужна, чтобы ты десятку пассивно получал. Сейчас я расскажу вам, что такое 240, и до этого я должна вам объяснить, что в основном все цифры, которые я буду называть, они в долларах. Я думаю, что я думаю, что этой аудитории более-менее непонятно, почему я говорю в долларах. Перед вами вот благосостояние стран. В США у нас лизер, мировой в том числе и по размеру фондового рынка, и по капитализации компаний американских. Это крупнейшие компании в мире. Собственно, они задают темп и так далее. Доллар – это валюта страны с развитой экономикой. Рубль, как вы понимаете, сегодня мы видим, что он падает стремительно, поэтому инвестировать я советую большую часть капитала именно в долларах. Наша валюта, валюта развивающаяся страны, она более волатильна. И у нас может случиться даже как Крым, например, когда в мире все хорошо, а наша валюта вдруг раз и упала. Поэтому все мои примеры в основном будут в долларах, и здесь почему на 240 сейчас объясню. Смотрите, вот вы загадали 500 долларов, и вот капитал должен быть проинвестирован под 5% годовых в долларах. Я сейчас покажу вам, какую доходность дает американский рынок, почему я взяла именно 5%. Это такая вот очень консервативная ставка, которую берут в расчет инвесторы. Под 5% годовых работает ваш капитал, и тогда полученная сумма, она как раз годовая, разделенная на 12 месяцев, и вы как раз и выйдете на тот самый доход, который вы загадывали. Понятно, да, почему 240? Итак, деньги инвестированы под 5% и капитал сохраняется. Вот это я вам объяснила. Вот он, смотрите, чем еще интересен американский рынок, потому что мы выпадали из истории почти на 70 лет, из капиталистической истории, да. У нас не было фондовой рынки, биржа была закрыта у нас, плановая экономика, никакого рынка. Смотрите, вот история Америки, чем она интересна. Ее можно отследить даже с начала 19 века. И мы видим, что в среднем американские акции давали 10% годовых, и облигации давали около 5% годовых. Поэтому мы ориентируемся именно на американский фондовый рынок. Теперь у меня есть для вас небольшое утешение, которое порадует тех, кто начал рано. Есть такая штука, которая называется капитализация. Кто знает, вот смотрите, на примере простого банковского вклада, когда мы открываем банковский вклад с капитализацией процентов, мы не снимаем, не изымаем, не тратим проценты, мы этот процент присоединяем к телу нашего капитала, он продолжает дальше работать. Вот у нас взят 10 тысяч рублей, выложены под 10% годовых, вот так вот работает капитализация. Она очень круто работает на долгих промежутках времени. Вот давайте назовите мне цифру, примерно, сколько из этих 10 тысяч получится через 50 лет. Вот я 10 тысяч рублей, на 50 лет про них забыла на этот вклад под 10%, допустим. Как у банка выложите? Что? Как у банка. Нет, банк не выложу, не переживайте, барабан с ним будет, просто я вам сейчас цифру говорю. А сколько 70 лет? Только гипотетически, например. Сколько 70, чего? Тысяча. Из 10 тысяч получится 70, за 50 лет по 10% годовых. Миллиона 40. Три миллиона. Тысяч 500, наверное. 150 тысяч. Так, смотрим. Получится миллион. Да, это капитализация, которая выводит по словам. Другой пример, смотрите, если вы 10 тысяч берете, под 10% вкладываете и пополняете раз в месяц на 10 тысяч рублей. У вас получится такой результат. Сейчас, что-то съехало здесь. Через 25 лет, даже не про 50, у вас будет 12 миллионов рублей. Почти 13, видите? Плохо видно слайд этот. При вложенных трех миллионов. То есть, в определенный момент, на длинных промежутках времени у нас процент перерастает даже вложенный капитал. Так работает капитализация. Ей восхищался Эйнштейн. Вот вам цитата этого великого человека. Сложный процент – это восьмое чудо света. Кто-то это понимает, зарабатывает. Кто-то нет, платит. Есть такой инвестор Warren Bumet, если слышали. Вот он заявлял всегда. Я знаю, что я разбогатею благодаря капитализации. То есть, дисциплина и долгие промежутки времени делают людей богатыми. Так. Идем дальше. А насчет того, что кто не понимает, тот платит. Это скорее про то, что мы берем кредиты, да, и забираем эти деньги у себя. То есть, не то, чтобы мы переносим деньги из нашего настоящего, когда мы в силах зарабатывать, и перенести бы это на нашу пенсию, когда мы не можем прыгать. Мы делаем наоборот. Мы занимаем у себя будущего. Мы берем деньги в долг, те, которых мы еще не заработали. Поэтому, да, Эйнштейн говорит вам, торопись. Я хочу показать вам вот такие интересные примеры из американских учебников про инвестиции. Сейчас я посмотрю, сколько времени. Обычно они очень впечатляют. Сейчас. Смотрю, сколько времени. Да, все, сейчас успеем. Смотрите. А мы не можем как-то вручную чуть-чуть подтянуть, чтобы все видели? У нас здесь будет три инвестора. Очень интересно. Они все будут инвестировать одинаково. Они будут инвестировать по 5 тысяч долларов в год. Под 7% годовых, 7% первым, помним, да, у нас акции дают 10% в среднем. Так, да, три инвестора. Но, смотрите, они будут ту же самую сумму на тех же самых условиях инвестировать, но разное время. У нас есть самодисциплинированный. Он, смотрите, в 25 лет начал, и каждый год под 5 тысяч долларов инвестировал вплоть до пенсии до 65 лет. Под 7% годовых он получил в размере более миллиона рублей. При этом всего он вложил 200 тысяч долларов своих. Видите, да, у него капитал в 5 раз за эти 40 лет. Вложено всего 200 тысяч. У нас есть другой инвестор здесь. Это Сьюзан, женщина. Она вкладывала всего 10 лет. С 25 до 35 лет. Потом она, допустим, перестала, забыла. Что-то с ней случилось. К 45 годам она имеет все равно 600-2 тысячи долларов. Потому что потом капитал работал без нее. Работала капитализация. И у нас есть инвестор Крис. Нет, Билл. Билл, который, смотрите, он пропустил 10 лет. Он не в 25 лет начал, а в 35. Не в 25, а в 35. То есть всего 10 лет пропустил. Но он не догнал даже нашу девочку. У него, его капитал 540. Просто потому, что 10 лет его капитал не работает. Почему важны именно ранние инвестиции? Здесь вот сводная табличка. Видно, кто сколько вложил и кто какую сумму получил. Смотрите, Крис 200 вложил, миллион 150 получил. Билл вложил 150, а заработал всего 540. То есть те, кто там хотел несколько миллионов долларов, начинайте быстрее. Если у вас есть время, вам нужно начать как можно скорее, чтобы ваш капитал вырос, чтобы подключился сложный процент. Вот это история про меня. Это история про меня. Я скажу, несмотря на то, что вот мне сейчас 38 лет. Я узнала, у меня высшее образование, там МГУ, МГУ, все дела. Я в финансовой сфере достаточно долго проработала. 27 лет я пришла работать в российскую дочку Южнокорейского банка, очень крупного. И мне повезло, я работала непосредственно с ее президентом, пожилым корейцем, мужчиной, который, ну, почти уже пенсионер, который всю жизнь проработал в банковской системе. И он поделился со мной своей историей, того, как он инвестирует. Он мне сказал, у него двое детей, он мне сказал, что с тех пор, как они родились, он по 50 долларов в месяц с рождения на их имя инвестировал. И я в тот момент, узнав про капитализацию, себя в 27 лет, мне это был 2008 год, сравнилась с его дочерью. С маленькой вот этой твоей кореяночкой несли. И посмотрела, что мне надо сделать, чтобы, ну, какие результаты у нас будут, когда ей будет 50, когда мне будет 50. Смотрите, если я буду по 50 долларов в месяц вкладывать в 23 года, у меня будет 34 тысячи долларов. А у нее, из-за того, что отец начал на ее имя откладывать деньги, у нее будет 274. Несравнимо больше, хотя я вложу тут чуть, ну, половину меньше. А разница вон какая существенная, видите? То есть я вот пытаюсь с цифрами добить. Если я успею, вернее, если я ускорюсь, решу, ну, окей, 50 не подходит, давайте я буду по 100 вкладывать, да, все равно я ее не догоню. То есть здесь дело не в размере вложений даже. Здесь время. Нет, ну, в паре, если вы, если вы родители своих детей, вот у меня сейчас два сына подрастают в 8-летку, я уже подключаю к этому. Я с рождения на их, естественно, инвестирую, плюс показываю в 8-летке, у него есть брокерский счет, он инвестирует сам. Скажите, что такое инвестирует? Что? Скажите, что такое инвестирует? Сейчас, сейчас расскажу. Смотрите еще, вот, в рублях, в рублях, пример, как работает капитализация, 3000 рублей вложили под 12% годовых, 15% годовых, кто знает, можно получить консервативно, запросто на индивидуальном инвестиционном счете, я вам покажу все. Сейчас. У нас еще есть время, не переживайте. Смотрите, за 12 лет вы получите первый миллион, ко второму придете через 5 лет, третьему всего через 3 года, и каждый следующий миллион будет приходить к вам все быстрее и быстрее. Все поняли, как работает капитализация? В этот момент у меня начинается, начинает в голове срабатывается возражение, типа, вот, да, есть такое, все сгорит, вот, кризис, сейчас мы переживаем, коронавирус, все валится. И это классно. 27 лет мне было, 2008 год, кто помнит? Мировой ипотечный кризис, помните? Я помню, я сидела за своим рабочим столом, схватившись за голову, потому что моя зарплата была не в долларах, а в рублях, и она падала, просто, ну, таяла на мои глаза. Я думаю, у всех, у вас то же самое происходило, и вот тут мой корейец, ну, у меня каждое утро проходил на свистовые какие-то письма. Я говорю, чертой мере, почему ты такой веселый, что с тобой не так? В мире все плохо. Кризис – это возможность купить активы дешево. И грамотные инвесторы готовятся к кризису, накапливая доллары. Опять-таки, валюту стабильного государства. Я так делала. Я инвестировала с 2008 года, у меня был, ну, то есть я выделила регулярную сумму, которую я вкладываю, и регулярно в рынок, несмотря ни на что, несмотря на то, сколько стоят эти ценные бумаги. Параллельно, если у меня был экстра какой-то доход, я конвертировала в доллары и хранила как раз на тот момент, чтобы выходить, естественно, как тот кореец, когда акции сейчас валятся, индексы валятся, я буду по дешевке покупать, чтобы подхватить вот эту волну и вылезть на ней вверх. Кризис – это нормальное явление. Вы, наверное, все слышали, что экономика циклична, у нее есть фазы роста, фазы падения. Это так устроено. Здесь перед вами все кризисы, которые переживала американская и мировая экономика, мы это тоже вслед за ней подхватываем. Так что то, что происходит, это, ну, знающие люди это ждали, это было запланировано. Вот он, кризис 2008 года. Это наш график, чтобы те, кто подумал, а в Америке вот так, а у нас по-другому нет. У нас тоже так же. Вот 2008 год, падение, вы видите. Это я делала еще на прошлой неделе, индекс Лос-Биржи был свыше 300, 3000 пунктов, сейчас украинку в 700, можно прикупить. Так, инфляция все сожрет. Опять же, например, американские экономики, вот мы видим, в Америке тоже есть инфляция, в долларах она сейчас порядка полутора-двух процентов, полтора скорее, но в среднем исторически 3 процента, и смотрите, активы все равно опережают любую инфляцию. То есть капитал, вложенный в ценные бумаги, он сберегается от инфляции. С нашими активами то же самое, все помнят, дефолт 98 года, самое страшное, но не все, наверное, кто-то еще не родился в 98. Так, но многие помнят, я помню, когда все обвалилось, и тем не менее, посмотрите, были активы. Я понимаю, сейчас, наверное, никому не удастся внимательно рассмотреть эти слайды, просто знайте, наша Мосбиржа обвалилась почти на 50 процентов, потому что государство объявило, что они могут платить по своим долгам, вряд ли такое повторится. Тем не менее, посмотрите, были активы, в которых можно было сберечь деньги, это были доллары и золото. И инфляция была огромная, но все равно активы, рост стоимости активов опередил инфляцию. И посмотрите, вот в 98-м год было падение на минус 50, 99-й уже на 235 процентов отскок обратно. То есть, чтобы вы понимали, что это циклично, что это нормально, деньги можно сберечь. Все лопнули, я тут беру лицензию, с моими деньгами убегут, то я слышу, я так произойдет, конечно, если вы вручите свои деньги непонятно кому. Есть лицензированные Центральные банки института, брокеры, биржи, эзитарии, все зарегулировано, пирамиды туда не попадут. Это цивилизованный нормальный способ покупать ценные бумаги, безопасно. Открыть счет у брокера. Все сложно, на самом деле не сложно, если вот я вам начну объяснять, как ездить на велосипеде, то, наверное, вам тоже покажется, что это сложно. Нужно просто взять один раз, попробовать, поверьте, мне купить ценные бумаги не сложнее сейчас, чем совершить покупки в интернет-магазине. Сейчас технический прогресс дошел до того, что вам не нужны вот эти все терминалы, как раньше было, если видели фильмы про брокеров, всякие цифры терминала, что-то вот такого нет уже. Можно вообще в юзер-френдли приложение на телефоне зайти и прямо сейчас купить ценную бумагу. Запросто. Нужно много времени. Обычно представляю таких волков с Уолл-стрит, которые весь день занят тем, что покупают и продают ценные бумаги. И опять же, я повторюсь, я не про это. Я про пассивный подход долгосрочный, когда ты действуешь по принципу «купил и держи», и ты не выбираешь в свой портфель отдельные ценные бумаги, ты покупаешь набор. Набор ценных бумаг, ты их не продаешь, ты не выбираешь какое-то специальное время, когда их купить. У меня есть, например, два раза в месяц, когда я покупаю ценные бумаги, это занимает 10 минут, завела деньги на брокерский счет, купила, все, свободно. Пассивное портфельное инвестирование. Вот это та стратегия, которую я говорила. Здесь ссылка, к сожалению, она не откроется. Но вы при желании можете сфотографировать, проверить. Ее действительно рекомендует Американская комиссия по ценным бумагам своим гражданам. То есть это не что-то такое, что я придумала, это существующая схема. И вы доходности портфеля достигаете не за счет того, что вы выбираете, как вот эти трейдеры, время покупки бумаги, продажи бумаги. Вы просто диверсифицированно, балансированно сформируете свой портфель из разных классов активов. Акции, облигации, золота в том числе и так далее. Я сейчас покажу вам конкретно, что можно купить прямо сегодня. А сейчас, ну вот это мы с моим помощником готовили для вас презентацию, я хотела вам сказать, что вам нужно сделать для того, чтобы к 30 годам у вас было, вернее, к пенсии у вас было дополнительно 500 баксов. Я смотрю, все как-то, никто не хочет 500 долларов. Но тем не менее, смотрите, вот если вам 30 лет, что вам сейчас для того, чтобы получать 500 долларов, нужно откладывать хотя бы 90 в месяц. Если вам 40, то 190, если вам 50, то уже 440. А вот если вам нужно 3000 долларов вдруг, да, у меня 500 мало, я поняла, то 540, пожалуйста, откладываем каждый месяц, 1140, если вам уже 40 лет, и до пенсии осталось 25. И в 50 лет, смотрите, как придется поднажать. Что, кстати, я вижу в 50 лет. Вот с одной стороны, вот те семьи, да, в которых дети уже выросли, уехали из дома и начали сами зарабатывать, и на родителей уже не такая нагрузка. Почему-то родители не о себе заботятся, а вот это вот последнее, знаете, эгегей, когда надо путешествовать еще, а еще детям квартиру купить, там еще что-то, то есть ради них напрячься в последний раз, чтобы, не знаю, получать помощь от детей на пенсию. Лучше, короче, позаботитесь о себе, ну и как можно раньше не ждите, не ждите пенсии. Так, что можно сделать прямо сейчас? Можно открыть, это вот самый простой путь. Есть пути открытия там счетов через американского брокера, через страховые компании, через страховые затраты, ну и через американского придется отчеты сдавать. Через российского легко, сейчас у нас есть такие индивидуальные инвестиционные счета, кто слышал, поднимите руку. У кого есть, поднимите руку. Кто инвестирует, поднимите руку. Супер, молодцы. Итак, есть индивидуальные инвестиционные счета, его минус в том, что больше миллиона в год туда нельзя проинвестировать, но по этим счетам вы можете получать налоговые вычеты до 52 тысяч рублей в год, либо вообще освободить от налогообложения свой доход по ценным бумагам, это тип ВЧТБ. Смотрите, открываем индекальный институт счет и формируем свой портфель по принципу большого пальца. Это опять же принцип, который рекомендован американской комиссии по ценным бумагам. Доля облигаций в вашем портфеле равна вашему возрасту. Если вам сейчас 30 лет, то в 30% вашего портфеля должны составлять облигации. Это надежный инструмент, он менее доходный, но и менее волатильный. Сюда же можно немножко за счет облигаций, можно в такой защитной сумме, который купить как доллары, например, в эту же долю. Чем вы моложе, тем агрессивнее может быть ваш портфель, тем больше может быть доля акций в нем. И вот конкретные акции, которые я могу, вот облигации, я вам текеры привожу, эти в цену. Вы можете купить ОФЗ. Сейчас выпуск 27.0.12, по-моему, самый такой оптимальный по сроку действия и по доходности. Либо ИТФ на облигации, на еврооблигации российских компаний. Сейчас описим, что такое ИТФ, это очень классный инструмент, когда вам не надо выбирать отдельные облигации, отдельные акции. Есть такая компания, которая выпускает эти акции ИТФ, она в свой портфель скупает акции, допустим, американских компаний. Вы покупаете долю, внутри которого все 500 зашиты, допустим. Ну, на S&P 500, к примеру, ИТФ, это вы покупаете в одной акции, которая стоит там 3 500, 4 тысячи рублей. Вы можете купить, и внутри этой маленькой акции ИТФ будут зашиты доли вот этих 500 компаний. Понятно, да? Это как кусочек пирога купить за вас, его сварили, вам его продают. Это очень удобно. Естественно, это тоже не бесплатно, потому что компания, выпускающая ИТФ, берут свою комиссию в России, она, конечно, чудовищно большая по сравнению с американскими, около 1% за управление они берут. В Штатах это 0, там, 0,09, например, да, то есть разница большая, там конкуренция вышла, у нас только сейчас эта тема вышла в массы. Так вот, вы можете купить такие ИТФ, ИТФ на акции, ИТФ на облигации, у нас есть такая компания Финнекс, она под юрисдикцией Ирландии, там у них все хорошо, но они торгуются на московской бирже. И вот облигации, тикер FXRU и акции можно на весь мир купить, FXWO, на Америку только, я на Америку беру чаще всего FXUS, FXRL это на российский рынок, то есть там внутри ФКФ будут, они доступны по цене, в районе 3-5 тысяч рублей стоит, то есть вы уже можете открыть ИТФ и сформировать свой портфель. Если вам все это было очень мутно, очень страшно и непонятно, то первое, что я вам предлагаю сделать сегодня, когда вы выйдете отсюда, начните применять в жизни правила заплатить сначала себе. Я вот когда сидела с вами в перерыве, мы обсуждали и говорили, что тратим много, ничего не остается на то, чтобы инвестировать за отбалку для себя, поступите наоборот, поступите наоборот. Сначала вы получаете доход и сразу же вы не идете тратить и платить кому-то другому, сначала возьмите как минимум 20% от этого дохода и переведите на свой, либо накопительный счет, пока вы там освоитесь, очукуетесь, либо сразу на инвестиционный. Поменяйте практику. Сначала заботьтесь о себе, не о детях, не о парикмахере, который сделает нам прическу и получит от вас доход. Получайте хотя бы часть своего заработка, сохраняйте для себя. И для своих детей тоже вполне применимая стратегия. На этом все. Про инвестиции я знаю, что кто-то хотел задавать вопросы. Пожалуйста. Вы инвестируете только на американскую? Нет, на российскую тоже. Вы знаете, российский рынок, например, в прошлом году дал доходность в долларах около 40%. У меня диверсифицированный портфель, но оттаить не буду, честно, не патриот в этом смысле. Наши компании глобально недооценены из-за того, что из-за событий 2015 года, когда выбежали все инвесторы, компании в целом, если смотреть с точки зрения фундаментального анализа, они недооценены. Но рынок такой рисковый, он может и верпать, и так же быстро вниз падать. Плюс это все в рублях, то есть это в валюте, разливающейся страны. Доллар надежнее. Поэтому вот есть портфель у Уоррена Баффета. Это 10% облигаций и 90% на S&P 500. S&P 500 – это 500 крупнейших компаний США по капитализации. И эти компании США, у них, во-первых, производство по всему миру, да, затыканы фабрики эти. Во-вторых, дистрибуция тоже, вы знаете, все там пользуетесь айфонами, это компания Apple, чью акцию вы можете купить там, Facebook, Instagram и так далее. Все эти компании торгуются на рынках. Можно купить их акции. И они представлены по всему миру, поэтому есть даже такое утверждение, что инвестируя в Америку, вы инвестируете в весь мир. И да, пока... Ну, у меня есть в активах американских акций больше всего, да. Есть китайские, есть российские. Но чисто в плане террористификации чуть снизить риски. Ну, основной упор на Америку. Золото есть? Золото немножко. Буквально там 5-10%. 5%. От всего белого? Да, от всего белого. Но золото мне нужно, допустим... Смотрите, у меня долгосрочные цели. Ну, золото долгосрочные цели. Я сейчас объясню вам. Сейчас расскажу. Золото не даст такую доходность, которую даст акции. Вот. У меня времени много. Я понимаю, что в среднем кризис длится... Вот, если мы смотрим на американский фондовый рынок с начала 19 века, в среднем кризис длится 5-7 лет. У меня больше времени до пенсии еще, слава богу, 25. Я любой кризис пока пройду спокойно. Я могу как по 90% вылить в акции полностью. Я не делаю, потому что у меня риск-профиль ниже. Ну, я осторожный инвестор, скажем так. Я вот придерживаюсь этого правила. Золото просто поддерживает портфель, когда сейчас падают акции. Просто сегодня и золото валится тоже. Но, тем не менее, как правило, когда падают акции, золото растет в цене, все бегут с защитные инструменты. Вот для этого нужно, чтобы вы просто не пугались, что у вас там уже минус 50. Был миллион, стал 500. Ну, мало кто это удерживает. А на самом деле надо. Не надо бояться, надо понимать, что это нормально. Просто сидеть, терпеть, если бы... Ну, вот если бы... Я сейчас терплю. Терплю, смотрю на это и терплю. И не буду ничего продавать. И говорю вам, не заработать на мне брокер на комиссиях. Только когда я буду покупать сейчас. Вот я посмотрю, я думаю, что это, естественно, еще не дно. И оно будет еще, наверное, падать. Возможно, это будет тот самый черный лепезь, о котором говорит Насим Талеп, если вы читали его книгу, когда некое неожиданное, непредвиденное явление так вот рушит все вокруг. И мы будем, возможно, долго из этого восстанавливаться. Но, тем не менее, я говорю, это неплохо. Это повод свистеть, как мой колец. Может, у меня три вопроса быстренько касается. Первое, где начинаешь, мы все-таки, в каком приложении начать это делать, я сейчас что-то так расскажу. Второе, как правильно все-таки поступить, если у меня большая ипотечка, например, сначала гасить эти... А какая у вас ставка по ипотеке? Десять с половиной. Десять с половиной, вот, смотрите. Вот. Ну, десять с половиной, это, на самом деле, многовато еще. То есть можно попробовать реконсировать ипотеку. И вот я своим говорю, во-первых, ипотека не должна вас останавливать в месяц. Вы видели, как работает капитализация на длинном промежутке времени. Вы обойдете эту ставку по ипотеке. Вам нужно напрячься и платить, стараться платить ипотеку как можно быстрее. И в то же время у вас сейчас кредит под 10% в рублях. Это немного. Это немного. То есть доходность фондового рынка перекроет вам. Ну, то есть, если бы фондовый рынок давал 5%, я бы сказала вам, да, слушайте, идите и все, вливайте в ипотеку и только потом инвестируйте. Потому что вам рынок не даст так много. А сейчас такая вот уникальная ситуация может сложиться. Уже 13 лет рынок растет. И все ждут, что этот кризис будет опал. А сейчас очень хорошее время для того, чтобы начать в этот рынок входить и начать скупать вот эти подешевшие активы, чтобы на этой волне подрасти. Это вот как вам комфортно. Вы знаете, я даю время. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что вам нужно освоиться. Да, вы открываете. А сейчас, что касается, где открыть счет, у какого брокера. По комиссиям я регулярно анализирую, что наиболее выгодно такому инвестору, который покупает, не торгует и держится на бумаге. Сейчас наиболее выгодно три брокера. Это ВТБ. Я бы сказала, что ВТБ самый лучший по тем инструментам, которые он позволяет начинающему инвестору убить. Он позволяет, ну, в общем, не буду вам подробностей, потому что они вам ничего ни о чем сейчас не скажут. Просто поверьте мне, что у ВТБ очень хорошие условия по комиссиям и по инструментам, которые доступны на ИИС. У Сбербанка неплохо, но они вам вынесут мозг. Вы сначала придете, вам скажут, что вам нельзя. Только 90 тысяч приносите. Это вас будут разводить управляющие компании на управление капитана. Что вас будет поджидать? Почему я вначале говорила, что вот это наша миссия, комиссия. Все захотят на вас заработать, брокеры захотят есть часть вашего капитала. Либо на управление, либо вам будут присылать все торговые идеи. Купи сейчас такую, а что вам другое. Это продай, то купи. Главное на это не повестись и не начать покупать и продавать. С этим будьте осторожны, пожалуйста. Поймите, что им нужна часть вашего капитала, а ваша цель другая. Вы хотите просто покупать и держать долг до того, пока вы не достигнете своих долгосрочных целей. Все, что я сейчас говорила, касается долгосрочных целей. Повторюсь еще раз. То есть мы говорим об инвестициях с горизонтом лет в 10. Лет в 10. Потому что если мы будем копить в таких инструментах, как акции, на квартиру, которые надо купить через 3 года, вы можете сейчас эти акции по 3 тысячи рублей купить, а через год увидите, что они стоят полторы. То есть это волатильный инструмент. Рисковый. Понимаете, да? Чтобы вы просто... Это на цели долгосрочные. На пенсию, на квартиру, которую вы... Про биткоины, ну, если вам хочется поиграть в рулетку, пожалуйста, но я как бы... У меня мама такой... Вот у меня мама скепулянт со стажем. Она туда. Она в это верит. Ну, как бы, понимаете, я говорю вам про то, где вы деньги не потеряете. Вот очень осторожно хочу вас ввести в эту тему. Если вам хочется поиграть в деньги, с деньгами, там, можете пойти в казино, можете купить биткоин и так далее. То есть не факт, что у вас что-то получится. Непредсказуемая новая штука. И американский фондовый рынок, который мы видим там с начала... Ну, с 1900-х годов. Все видно, все понятно уже. Можно более-менее предсказать, что будет. ВТП, Сбербанк и Тинькофф, нормальный по комиссии по условиям. Я просто открыть ИИС можно только один, то есть нам не надо бежать во все три, открывать. ИИС можно открыть, чтобы не потерять бульготы только в одном месте. У одного человека может быть один ИИС. Вот это важно знать, да? Я хотела, Костя, скажи, по какому вот этого трехлетнего замораживания есть и как получат ваши результативы? Так, смотрите. У нас вот эти индивидуальные инвестиционные счета, они придуманы для того, чтобы частных инвесторов... У нас вот в Америке 50%, более 50% обычных граждан инвестируют на фондовом рынке. У нас это менее там одного процента. ИИС были придуманы для того, чтобы завлечь частного инвестора на фондовый рынок. Чтобы, в конце концов, вы сами себе пенсии формировали, а не кормить вас там на старости. Но это я так шучу, на самом деле. Итак, ИИС. По ним есть два типа налоговых льгот. Тип вычета А. Это когда у вас есть официальный доход, вы платите 13%, вы можете как вот вычет на квартиру. Вы инвестировали 400 тысяч рублей, просто вынесли их на ИИС. Вы можете подать налоговую декларацию 3НДФЛ и получить 52 тысячи рублей обратно. Каждый год это делать. То есть это вам дополнительные 13% доходности к вашим 400 тысячам. К вопросу о том, где там 10%. Плюс купить на них самые банальные облигации федерального займа, и у вас уже доходность повысится. То есть это уже лучше, чем банковский вклад. Так вот, какие условия? С момента открытия индивидуального инвестиционного счета, чтобы не потерять вот эти налоговые льготы, вам нельзя выводить с него деньги даже частично в течение 3 лет. С момента открытия, не с момента, как вы внесли туда деньги, а именно с момента открытия. Поэтому открывайте его быстрее, там всего не открывайте, пусть 3 летний счет начнет течь. Это не значит, что после 3 лет надо его закрыть. Нет, вы можете продолжать им пользоваться, и у вас будут эти льготы. Вы можете каждый год подавать эту декларацию, возвращать себе 52 тысячи рублей. Опять их инвестировать, чтобы у вас быстрее подключилась вот эта вот экспоненциальная капитализация. И если у вас нет официального дохода, если вы не платите НДФЛ в размере 15%, вы можете воспользоваться типом ГУЧИТОПЕ, когда вы не платите налог на доход с дохода от цены бумаг. Все. Тебе понятно? Она меня не слышит. Еще вопросы? Да. Вы дивиденды получаете с иностранных акций? Да, я получаю дивиденды с иностранных акций, я по ним отчитываюсь. По ним нужно... Смотрите, у нас в США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Я там плачу 10% налог, я декларирую, что я его там заплатила, и здесь разницу в 3% уплачиваю. Для этого нужно подать форму, которая называется W8B. Обязательно подписать ее, чтобы они знали, что вы налоговый резидент России, что вы здесь... чтобы они там... Ну, короче, что вы здесь заплатите 3%. Ну, вот это вот сложно как процедура. Честно, начинающим не советую. Ну, мне не сложно. Я сначала говорила всем, что вам вообще не сложно. Но я по профессии налоговый консультант. Видите, декларации заполняем уже в 15 лет, знаю, как это делать. А новичку нет. Ну, можно. Если заморачиваться, то есть это не сверхъестественно. И если, в принципе, у вас голова на плечах есть, то это можно сделать. Ну, то есть, можно, да, но... Стоит ли, если сейчас у нас есть вот такие льготы, и вы можете ИТФ на американский рынок купить через российского брокера на российском, на московском бирже? Стоит ли вам открывать... Сейчас уже с этого года по брокерским счетам зарубежным надо отчитываться как по банковским. То есть еще придется вам налоговый отчет... Ну, вернее, налоговый отчитаться, чтобы вы его открыли. Потом по оборотам сдавать. Какая у вас сумма была на начало года, на конец года? Плюс, если вы доход получили по дивидендам, вам надо будет отчитаться. Если вы продадите их, доход получите, вам тоже нужно будет отчитаться. То есть, ну вот, я не советую с этого начинать. Есть более простые пути. Есть вот путь, который я вам показала. Он самый простой, это самый простой. И, поверьте мне, нормальный совершенно портфель. Если вы вот это будете делать, то все будет неплохо. Смотрите, если вы через российского брокера покупаете ценные бумаги на московской бирже, то российский брокер выступает налоговым агентом. У нас еще есть биржа, которая называется Санкт-Петербургская биржа, на которой торгуются иностранные ценные бумаги, такие как Apple. Вы знаете, да, вот они, американские, непосредственно. Если вы покупаете их и получаете по ним дивиденды, то вам придется самостоятельно отчитаться. То есть, самостоятельно отчитываемся по иностранным активам. По вот этим ETF-ам, которые я вам сказала, не надо самостоятельно. Просто с этой целью я привожу вам именно этот портфель, он минимально геморройно. Смотрите, теоретически запрета нет на открытие индивидуального инвестиционного счета на ребенка. Но, во-первых, вы открываете на ребенка, вам для того, чтобы потом распорядиться этими средствами, надо будет просить разрешение опеки. Поэтому, ну и чисто, и по факту, когда вы приходите к брокеру и говорите, я хочу открыть на ребенка, они говорят, нет, мы не открываем там. Но 16 лет точно нет. Ну, то есть, это какая-то нереальная история. Хотя не запрещено. Я на ребенка инвестирую через свой счет. И можно субсчет открыть, если уж совсем хочется его куда-то выделить, можно субсчет открыть. Чтобы он видел реально, да. Я вот ждала, кстати, вот этого. Он очень, знаете, у меня парень такой растет, он цифры любит, математику любит. И вот он все, он мне очень часто скажет, «Открой портфель, что там у меня там, как?» У него все росло и росло, понимаете, росло и росло. И я-то ему все хочу сказать, что так будет не всегда. И я сейчас жду, я домой приеду, покажу, у него там минусы. Я хочу, чтобы человек с 18-18 годами уже прожил. Я прожил кризис, понял, что так бывает, что это нормально. Главное не податься панике. Сейчас самое ужасное, что можно сейчас делать на этой панике, это зафиксировать убытки и продать свои ценные бумаги. Сейчас надо покупать. Как раз сейчас надо покупать. А сколько здесь продлить? А никто не знает, вы знаете, тут такая штука непредсказуемая. Вы знаете, очень много было ликвидности на рынке, очень много было оптимизма. Этот коронавирус еще, вы знаете, что эти новости появились еще в декабре, да? А рынок все рос и росло, несмотря на то, что он 13 лет прет вверх. Там нереальные доходности. И это когда-то должно было остановиться. Все, вот в декабре все говорят, ну коронавирус, а он все продолжает, потому что чуть-чуть скриптируется и растет. Вот и растет, и все. И ликвидность у нас в Центральной банке на эту работу тоже. Денег туда вливают. Трампу тоже сейчас невыгодно, чтобы был какой-то масштабный кризис, потому что он же всю экономику в США развивает. Так вот, но может быть так, что сейчас их уже поддались в панике вот те самые старушки американские, которые забирают деньги, фиксируют, и может быть, что рынки повалятся сильнее. Вот сейчас коррекция в размере 8% это не кризис, это просто коррекция. Кризис это когда он падает на 20-30% и 50%. Пока нет, но никто не знает, будет это кризис или нет. Какой-то очень-очень большой оптимизм был у инвесторов. Но это вот сейчас исторически был самый длительный цикл роста. Он когда-то должен был закончиться, возможно, сейчас он закончится, и я поздравляю всех тех, кто здесь присутствует, потому что у вас есть время разобраться, что-то по дешевке купить, и пройти вот этот путь вместе с рынком вверх. Еще вопросы? А я не выбираю, я вот объясняла здесь, что я не выбираю компании обычно отдельные. Ну, если только попало захочу, но на небольшую сумму, ну, да, покупая. А так, ИТФ, ИТФ я покупаю в основном в моем портфеле, в консервативном, долгосрочном, это ИТФ. И вот те самые кусочки пирога, да, когда компания за вас создает диверсифицированный актив, покупает 500 акций, 500, например, крупных компаний США, ИТФ выпивает разные, я вам скажу, там, на Западе больше 4 тысяч, у нас там порядка, ну, чуть более десятка, то есть не так много. Но вот я покупаю ИТФ в основном на СМП 500, вот американская экономика растет, я расту вместе с ней, меня устраивает доходность, которую дают американцы. Я не пытаюсь его обогнать, то есть я не спекулянт, я не активный инвестор, я не трачу на это время, я не подбираю отдельные активы в свой парк. Ну, то есть вот это вот та история, которая подойдет каждому. У меня другая работа, это совершенно побочное для меня занятие, на которое у меня ходит, ну, минимум, ну, вернее, максимум, там, 10 минут раз в 2 недели, и все. Вот я рассказываю здесь об этом уже целый час, но я должна вам сказать, что это все занимает несколько минут. То есть я не выбираю, не анализирую отчетность, я не про это, я про диперсификацию, про пассивную стратегию, она есть, она работает давно, и все с ней хорошо, покупать ETF. Да. Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, какое это может быть более глубокое обучение? Я прохожусь с пустилой. Да, Юля. Спасибо за вопрос. У меня есть курс, который называется «5 шагов инвестора», где мы с АЗОВ и до формирования портфеля как через российского брокера, так и через американского брокера. Есть еще такой замечательный способ инвестирования, как инвестиции через английский способ инвестирования, юниклиент, через страховые компании, где мы разбираем от АЗОВ и до формирования портфеля всю стратегию. Более подробно. Подписывайтесь на меня, кто еще не подписан. Всего две недели длится, там, немного, пять шагов. В каждом шаге несколько видео. Вы смотрите видео, делаете домашнее задание. Мы даем вам обратную связь, если у вас возникают вопросы. Мы с вами проводим прямой эфир. То есть все эти навыки, которые необходимы начинающему инвестору, вы приобретаете, и вы сможете инвестировать вот по этой вот пассивной стратегии. 5700 базовый тарик, 5700 базовый тарик. Вы говорите недавно, что это 1, а как мы на ребенка как мы будем? Еще брокерский счет. Смотрите, ИИС – это просто вид брокерского счета. Есть еще просто брокерские счета, без налоговых код. И полгосрока тоже можно через этот брокерский счет инвестировать. Через брокерский счет очень удобно конвертируют валюту. Вот даже с этой целью стоит его открыть для того, чтобы не платить банку комиссию за конвертацию, например. Отправите брокерский счет, заходите на бирже, покупаете валюту, и его обратно на банковский счет свой кидаете. И вы экономите. Вы делаете плохо банкиру. Так, то есть счет отдельный на ребенка, кроме того, что это отдельный со всем счетом, только там живого... Можно субсчет к своему брокерскому открыть, да, и там, чтобы он формировался. Если хочешь ему показать, как это работает, то... Да. Так. Вопрос последний. Три минуты. Какой это минус есть вообще? Если у вас это минус... Но, смотрите, если у вас слабые нервы, то внизу больше, чем плюсы, вы уже его начнете психовать и продавать. Например, зашли где-то, когда вот он рос, он был высоко, он сейчас начал падать, и вы психанули, все продали, вы сфиксировали выток. Вот это минус. Долгосрочный инвестор всегда в плюсе. Вот история показывает, что долгосрочный инвестор, который, вот... К сожалению, таких мало. Мы вообще мало задумываемся о будущем. И мало кто планирует, там, на 10-15 лет. Когда я говорю, что у меня финансовый план, там, на 25-35 лет вперед расписан на себя и на детей, и мой, ты как? У меня все четко, например, у меня есть финансовый план, я знаю, сколько мне в месяц надо. Вот как я вам показывала, я вот сумму, типа, 90 долларов на месяц, чтобы у вас было плюс 500. То есть мы такие финансовые цели ставим, и конкретно знаем, какие суммы нужно инвестировать, чтобы... И примерно понимаем, сколько будет у нас впереди денег. Я, конечно, должна сказать вам, что прошлые исторические результаты не гарантируют того, что точно то же самое будет в будущем. Но в целом история такая, что долгосрочный инвестор с диверсифицированным портфелем будет в плюсе. Тот, кто не психует и не фиксирует попытки. Да, еще он не должен болеть, он должен в месяц. Нет, смотрите, смотрите, не приступаем к вести... Нет, 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 есть... Вы понимаете, есть такое... Я сегодня вам про инвеститию рассказала, потому что это всем интересно, и мне надо это вам рассказать, чтобы вы, в конце концов, задумывались о том, на что вы будете жить потом. Вот прям миссия, я такая чувствую, что у меня есть. Но прежде чем мы приступаем к инвестициям, я всем своим студентам говорю, во-первых, вам нужно иметь подушку безопасности, как минимум 3-6 ежемесячных ваших расходов, чтобы если что-то произойдет... По поводу здоровья, есть страховки жизни и здоровья, которые мы тоже страхуемся, страхуем в том числе это хашу-мам, это хашу... А онкология или от чего? И от... Какая компания, то есть не возьмем такие риски страховочек? Есть программа страховая, я за страховку сейчас расскажу вам. Есть такая программа, называется Best Doctors, у нее покрытие до миллиона долларов, у нас такие критические, страшные заболевания, вы страхуетесь, это стоит порядка 200... Ну, 200 евро это стоило в том году, а то сейчас это стоит в районе 280 евро в год на взрослого человека. На ребенка это в районе 110-150 долларов, эта программа, страховка от критических заболеваний. Если вы заболеваетесь, вам нужно лечиться, то они отправляют вас в лучшие мировые клиники со страховым покрытием. Миллион долларов, это на лечение, на транспортировку и на ваше нахождение там. Это страховка... Сколько у вас членов семьи? У меня 4 членов семьи. Если два человека попадают в своей судьбой, то есть как они, как вы дальше по тревогу развивались? Смотрите, во-первых, застрахованы наши жизни и утратка трудоспособности. Я получу страховую сумму, если я утрачу трудоспособность. Тем самым я страхую своих детей. Понимаете, да? Плюс у меня саккумулирована уже некая сумма. Это раз. И третье. У меня есть такой инструмент, который я умрую, я упоминала, это страхование юнит-линк. Это способ в том числе быстро передать наследство, если я вдруг умираю, в полисе прописаны мои дети, но тем, кому эти деньги должны прийти, как только с меня не станут. То есть инвестиции, это продуманный подход со всех сторон. Я знаю, что я умру, что со мной может что-то случиться и так далее. Я как раз могу вам так сказать. Это наоборот стимулирует меня, с тех пор как появились у меня дети, мне действительно страшно, что с ними будет, если вдруг я не стану. И страхование, инвестиции меня защищают от этих страхов. В том числе. Просто мы вначале о суммах. Сейчас я согласилась, я говорю, там 90 долларов, сколько уходить это есть, получается, 3 тысячи. Просто в этом зале находится искусство, зарабатывание, не знаю, от стальки до стальки, да? Хорошо размышленность, если человек 10 долларов, зарабатывает и инвестирует, имеет подушку безопасности, он страхуется, инвестирует, 4 членов семьи, у нас квартиры, есть дачи, если машины, то есть он виситаресли. Люди студенты, которые заканчивают, имеют энерное количество денег, они все равно должны... Смотрите, у студентов... Люди студенты должны им рассказать, что должны быть страховки, потому что они должны понимать, что они будут болеть, что хотели рабочему месту... Это не моя сегодняшняя цель, это не моя сегодняшняя цель, ваш вопрос очень хороший. Я полностью вот... Подождите, если вы студент, у вас в запасе много времени, поэтому, как вы видели, да, вот те примеры, которые я показывала, вам даже инвестирование маленьких сумм поможет вырасти колоссально. А на завтра или он работу потеряет, а... На этот случай есть страховки. Ну, нет, я понимаю, я могу вам за 45 минут весь свой курс прочитать, начиная с формирования подушки безопасности и заканчивая всеми страховыми программами, которые есть. Мне просто не хватит времени. Я хотела как можно больше вдохновить вас на то, что вообще в принципе нельзя тратить все, нужно... Вот я говорю вам, если вы уйдете хотя бы вот с этой идеей, вот с этой... Нет. Вот с этой идеей я буду считать, что я достигла цели этого выступления. Потому что мало кто-то делает, многие изберегают то, что остается, а остается, как правило, ничего. Да, или когда мне говорят инфляция страшная вещь, я говорю, страшная вещь, это вы сами, инфляция съест 10%, вы съедите у себя 100%. Поэтому, если вы хотя бы вот с этим отсюда уйдете, в следующий раз, когда вы получите доход, вы возьмете и там 10-15-20% переведете на свой накопительный счет, я буду считать, что я здесь не зря перед вами стояла. Виктория, если вы реально подойдете к сегодняшнюю, ведь наши доходы не настолько, чтобы мы могли так подводить до последнего нестратить. Просто элементарно возьмем месяц коммунальных услуг трех квартир. Вот откуда у вас три квартиры? Во-первых, вы уже что-то смогли не сделать. За родителей, за детей и за себя. Во-первых, я вам предлагаю за детей не платить по возможности, если они уже оденны. У них нет возможности? Нет, детей обработать не хватает. Детям... Ну, что я вам могу сказать? Мы просто... Не, нужно менять бородимую, нужно менять взгляд на вещи, нужно прежде всего не одеть. Ну, детям нужно привить такую самостоятельность и возможность научить их зарабатывать как можно раньше, постараться, да? Вы знаете, ребёнка, если у вас нет работы в течение... Просто, можно посыщить коллективы. Им 8 лет. Америка живёт в 80-м лет в таком большом умном пузырье, который рано или поздно в любом случае должен быть. Да, я это слышу, я слышу это давно. В 50-м лет об этом можете слышать, а вы, в 50-м, через 50-м, 50-м, да. Хорошо, ну, окей, окей, окей. Вы, допустим, ваша идея, что Америка лопнет. Есть такая штука, вот обычно те люди, которые говорят, что Америка лопнет, значит, вы знаете, то, вот золото, золотой стандарт золота выстрелит. Ну, хотя бы в золото тогда инвестируйте. В золото инвестируйте. Ну, супер, но просто вы поймите, что там... Просто у них доходность в последние 20 тысячи долларов. Вот именно. Что? А 400 долларов она в тысячу года от тысячи золота? Ну, в общем, я не верю в инвестиции в доллары. Я вот-вот про это. Вы можете в золото дальше продолжать инвестировать, я ничего против не имею. У каждого может быть свой подход. Еще раз, да? Кто-то в недвижимость, кто-то в вклады считает, что вклад поможет им скопить. Я в это не верю. Сегодня один из лекторов говорил, чтобы что-нибудь купить, надо что-то продать. То есть, в любом случае, должны, наверное, быть какие-то деньги отложенные, как вы говорите, поплатить сначала себе. Правильно? С чего так надо отталкиваться? Вот и отталкиваемся от того, что получили доход, и прежде чем кому-то отдать, ну, не знаю, ну, один процент вы можете себе перевести, ну, пять процентов, ну, пожалуйста. Я вас прошу. Ну, чем больше мы зарабатываем, тем больше наши расходы. Вот так не должно быть. Вот смотрите, вот так не должно быть, на самом деле. Нужно свои расходы. даже сейчас хочется. Это же наша психология. Я понимаю. Нет, друзья, если вам... Нет, если я говорю, я почему с Газманова начала. Если вас устраивает прыгать там на пенсии, и вы считаете, что вы там в 65, в 75 будете хорошо зарабатывать, то, пожалуйста, я вам показала картинку среднестатистического россиянина. 45 лет, выходим на максимум, 65, резко вниз. И если не думать о себе вот все эти годы, пока вы еще способны зарабатывать и прыгать, то к тому моменту, когда вы будете уже не востребованы на рынке труда, когда у вас просто не будет на это сил, когда у вас входит болезнь, о которых мы помним. Тогда, может быть, уже просто поздно. Просто мне 35 лет, и я живу на 24 этаже, а соседку мою в 70 лет не может на 24 этаже в силу своего возраста. И также можно, то есть, в 35 лет влететь на рынке в 12 часов передоварка, в 70 лет человек в пакетнику сможет там влететь в 12 часов передоварка. Нужно ли прикольте деньги в 70 лет? Из-за этого? Ты мне что-то нужно ли деньги в 70 лет? Да, в 70 лет, то есть, ну, я с вами согласна. Просто сейчас смотрите еще что. Например, по исследованиям, Мэрил Линч, да, рекомендации выпустила, они будут американским женщинам советуют уже делать финансовый план до 100 лет, 100 лет до жития. То есть, если раньше мы там планировали, ну, сколько мы доживем, на 85, продолжительность жизни растет нам все время, надо будет на что-то существовать. Я не знаю, что со мной там будет в 85, но я хочу, чтобы деньги у меня были, я была спокойная и не знала, но чтобы мои дети прежде всего не волновались за меня. Мне это важно. Ну, а если вернемся к статистике сегодняшней жизни, да, уважаемые, наши дорогие, уважаемые мужчины не тошивают, ну, то есть, а мы даже петь, хотя, отдают все, так сказать. с мужчинами такая история, если мужчина пережил, перешагнул рубеж в 45 лет, если мужчина пережил рубеж в 45 лет, то есть вероятность высокая достаточно, что он будет жить долго, потому что мужчин косят у нас вот это вот бытовое, бытовая преступность, когда высокий университет тестостерон, много мужчин умирает в молодом возрасте, когда тестостерон зашкалит, плюс сердечно-сосудистые заболевания, если они косят мужчин, там, 45-50 лет, если они рубеж перешагнули, то, скорее всего, по прогнозу он будет жить долго. Не застрахован, от этого. Что? От этого никто не застрахован. Не застрахован, но, подождите, окей, почему? Потому что он копил, копил. До 70 лет, до 50 лет раскладывать эти деньги. Я тоже, я как-то опубликую что-нибудь со статьей о том, что надо вообще-то заберегать. У меня все в комментариях начинают умирать. Они все пишут, что они не доживут. Я статистически знаю, что кто-то из них точно доживет. Как должно разбить вот этот наш мастерский фисалитет, что вот надо правильно или не доживу, надо жить сейчас. Но я, извините, может быть, время займа но я настолько вас поддерживаю, все правильно, что вы говорите, что со мной то, что вы говорите, случилось 35, когда я вышла на очень хороший уровень, а потом случилась со мной серьезная болезнь. Я просто не могла работать. А ничего нету. Я тоже жила по такому принципу, как ничего не откладывая у меня сын и вообще не пришлось ее в состоянии болезненном работать. И потом это меня заставило как раз прийти ко всему тому, что вы говорите. Иначе не надо ждать 50 лет. Это может случиться с нами в достаточно молодом возрасте на взлете. Поэтому вот эту подушку безопасности, вот это страхование, инвестирование по чуть-чуть, детей. вот я вот понимаю, вот просто вот сидела, так хотелось вам возразить вот по поводу детей. Вот дети не могут, ну дети взрослые, наверное, да? Но вот я все время говорю, вот этот принцип самолета. Маску сначала на себя, а потом на ребенка, потому что если с вами что-то случится, детям будет еще хуже. И складывать себя, это самое правильное, что мы сегодня должны от этого вынести. Я правда? Да, абсолютно. Я с вами абсолютно согласна. Никто, Ирина. Да, все, спасибо вам большое.